Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Отобрать флаг Кипра требуют участницы Олимпиады из Подмосковья после скандала. Легкоатлетка Елена Куличенко, выступающая теперь за Кипр, понесет флаг этой страны на открытии игр. Греческая пресса нашла секс-контент с 21-летней прыгуней в высоту и утверждает, что та публикует подобное на OnlyFans. Та отрицает, мол, это все нейросети. По видео сложно сказать, может это и личная съемка, просто украденная. Сама Куличенко давно получила гражданство Кипра, отец инвестировал в экономику острова, а сейчас она учится в университете в США. Ее брат Владимир в интервью заявил, что сестру хотят выбить из равновесия украинские конкурентки, а именно Ярослава Могучих. Что характерно, спортэмигрантка в полицию Кипра, как пишут СМИ, не обращалась. Футбольный турнир Олимпиады уже начался и, конечно, со скандала. Аргентина-Марокко матч прервали на два часа из-за недовольных марокканских болельщиков, которые выбежали на поле после вымученного аргентинцами гола на 16-й добавленной минуте, после чего счет стал 2-2. Но в итоге гол отменили, он был из офсайда, дали командам доиграть три минуты и все, победа Марокко. Тренер Аргентина Максерана заявил, что большего цирка он в жизни не видел. До кучи накануне футболистов Аргентины обокрали во время тренировки. У Диаго Альмады пропало кольцо, часы и другие личные вещи. Бразильские спортсмены, приехавшие в Париж, уже показали свое временное жилье с картонными кроватями. Это все в Олимпийской деревне. Такую сомнительную мебель уже ставили в Токио. Видимо, организаторам понравилось, но на фоне многомиллиардных трат на игры, такая суперэкономия выглядит странно. Самих парижан больше беспокоит, что центр города перекрыт заборами, а некоторые антитеррористические зоны людям старше 13 лет вообще можно посетить только если оформить QR-код. Если там живешь, работаешь или идешь к врачу. Про машину во многих случаях вообще можно забыть. Нейросети рисуют довольно мрачные образы, но на видео все проще. Похоже на обычное недовольство жителей мегаполиса, которые сначала селятся в самом центре событий, но потом возмущаются шумом и неудобствами. На этом фоне совсем диким смотрится задержание шеф-повара из России, который живет во Франции уже 14 лет, якобы по подозрению в организации актов по дестабилизации перед Олимпиадой. Подробностей немного. Какая такая дестабилизация? Картофельные очистки в реку выкинуть что ли собирался? СМИ его называют агентом ФСБ и 30 лет тюрьмы обещают. Тем временем мэр Парижа Анн Идальго все-таки искупалась в мутных водах сены. Правда, без Макрона, который умело соскочил. Из французской верхушки была министр спорта. Все участники антисанитарной демонстрации вроде живы-здоровы. Но заплывы эти раскритиковал четырехкратный олимпийский чемпион Владимир Сальников. Мол, спортсменам предстоит плыть по грязной реке два часа, а не пару минут. А это совсем другие условия. Осенью Францию люхорадило от скандала с клопами, которых где только не находили. И всерьез думали, что нашествие кровососов может сорвать Олимпиаду. Сейчас французские СМИ не сильно озабочены клопами. Очевидно, есть вещи и поважнее. Но паразиты, видимо, никуда не делись. В июле из-за них закрыли три зала музея в Марселе. В этом городе, кстати, тоже пройдут соревнования Олимпиады. Ну и, наконец, церемония открытия, ради которой перегородили Париж. На одном из этапов факел с олимпийским огнем понесет Снуп Дог. Тот еще спортсмен. Победитель в личном зачете по арестам за наркотики. Как ни странно, Вада, еще недавно лютовавшая против всех российских спортсменов без разбору, пока молчит. И хотя рэпер не участник соревнований, но про наркотики антидопинговый кодекс ничего хорошего, разумеется, не говорит. Короче, ждем, как говорят в своем приторном стиле комментаторы, праздника спорта. Субтитры подогнал «Симон»!